Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 27 лет, я работаю слесарем уже 6 лет. Вчера я встретился с коллегой по работе, он мне по секрету рассказал, что мой мастер позвонил кому-то и сказал про меня такие слова. У меня есть человек, он хороший, умный, но тот человек, который он сейчас занимает, это не его, он не может работать с людьми, это не его работа. Может, есть для него работа технолога. Вроде бы хвалил в то же время, ну, как бы, да, принизил. Разве это нормально, да, я осознаю в глубине души, что я не суперработник, пора мне кажется, что это не моё, но я очень стараюсь, мне кажется, я работаю, бегаю, прыгаю в этой работе, но иной раз не получается делать так, как мне хочется, как мне быть. Ну, смотрите, здесь, пожалуй, в первую очередь, наверное, надо бы уточнить, уточнить, как быть, чтобы что, то есть, что в итоге-то вы хотите всего. Но, чтобы начальник вас ценил, чтобы работало с вами лучше. Или как, вы чего хотите, вы сформулируйте. А было как-то вот этот момент не очень, на мой взгляд, понятен и очевиден. Это первое, на что хочется обратить вам ваше внимание. Второй момент, на который хочется обратить вам ваше внимание, это то, что вам коллега рассказал по секрету и так далее. Зачем? То есть, для чего рассказывают вам? Ну, вот, что это по секрету? Для чего? Чтобы что? Какой толк от этого, условно говоря, вашему коллеге? Или вы думаете, что коллега просто так поделился с вами этой информацией? Ну, могу вас заверить, что нет. Не просто так. Вероятно, были какие-то основания у него для того, чтобы вам так сказать. Поэтому доверять человеку, который что-то вот такое сказал, да, это, ну, мягко говоря, опасно. Потому что, вот вы, например, говорите, что начальник принесл вас, а что если это коллега сейчас в буквальном смысле наговаривает на вашего начальника, понимаете, да? То есть, тут вот есть моменты. Дальше. Значит, вы спрашиваете, нормально ли это или нет? То, что сказал, ну, то, что сказал начальник, да, если это правда. Смотрите, я думаю, что говорить о том, нормально или нет, что-либо. Нам нет с вами какого-то смысла, потому что наш начальник это уже сказал. И вам начальник, в принципе, ничего не должен. То есть, он вас не увольняет, он деньги вам, надеюсь, платит. Он позволяет вам работать. Говорит про вас, он может все что угодно, если это только не портит, скажем так, какую-то, ну, вашу, скажем так, репутацию. Ну, то, что это вашу репутацию не портит, потому что он сказал это в личном разговоре кому-то, я думаю, очевидно. Вот, с другой стороны, я увидел в том, что вы описываете, в общем-то просто характеристику ваших слабых и сильных сторон. Но, вот, и все. То есть, это может быть неприятно. Это правда. Это может быть неприятно. Но начальник может охарактеризовывать вас. Может давать вам характеристику, потому что вы на него, в общем, заработали. Вот. А, ну, нравится вам это или нет? К сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что основная проблема здесь заключается в том, что вы в себе не уверены и не уверены. как-то вот сами сомневаетесь в том, нужна ли вам эта работа или нет. То есть, вы довольно много, довольно много, как мне кажется, вкладываетесь в эту работу. Вы довольно много от себя требуете. При том условии, что вы вот как-то сомневаетесь в том, а вообще это или нет. Тут, знаете ли, любой человек, скажем так, в себе, в себе бы за сомневался. И само собой, ему было бы больно от того, что его не оценили. То есть, которые, когда надо было есть. Есть и оно, опять же. С эмитизирует, надо бы, да. Гра애ц из первого. Время не областности, когда мы с выдержали, это было бы. Что это такое. В гра struggled, каким-то, когда мы играли, это было бы. И все-таки, что это было бы. В общем-то. И все-таки, что это доказала. ничего, вот, а в итоге тебя ещё и как-то вот не ценят, то есть нужно достаточно чётко понимать, что вам на работе не должны ничего. Нужно достаточно чётко понимать, что в первую очередь начальник думает о себе, а вам в свою очередь. Нужно думать о себе самом, понимаете? Вам нужно думать о себе, о том, чего вы хотите, о том, к чему вы стремитесь и так далее. То есть вам необходимо проявлять такую вот к себе заботу. То получается, что вы о себе не заботитесь, да? Вот. В себе, в себе, может быть, как-то вот, ну, не разобрались, что вам нужно, что вам интересно. Вот вы говорите, да, что, ну, не ваше может быть это. И так далее. Вот. А ждёте от других, что вас будут ценить, например. И последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это то, как мне показалось, что у вас, по крайней мере, что у вас к себе довольно, довольно серьёзные, я бы даже сказал, жёсткие требования. Требования. То есть обратите, пожалуйста, на это внимание, что вы от себя как будто бы довольно много требуете. Вот. То есть обратите, пожалуйста, на это внимание, что вы как будто бы вот не работать пытаетесь. Вы пытаетесь доказать что-то. Вот. Ну, то есть вы пытаетесь доказать, там, словно говоря, начальнику, например, да, пытаетесь доказать, что вот ценные вы, что, ну, что важные вы. Вот. Такая история. И, на мой взгляд, в этом вы тоже движетесь несколько, несколько не туда. Не в ту сторону вы движетесь. Потому что таким путем вы от себя только вот становитесь дальше. Я думаю, что в основе лежит некоторая ваша какая-то неуверенность в основе. Я думаю, что в основе лежит страх, страх того, что вы бесполезны, например. Страх того, что вы, например, ничего не можете? И вот, как будто вас отпугать. Отсюда вам, вероятно, сложно выбрать, кем вы, кем или как вы себя позиционируете. Вот. Потому что вы пытаетесь удержаться за что-то. Вот. Вот. Вы пытаетесь удержаться за что-то. Но при этом игнорируете вот. В целом то, что вам бы, например, хотелось вот это вот. Такая история, на мой взгляд, не самая для вас хорошая. Поэтому, как мне видится, вам нужно на это также обратить пристальное внимание. Собственно, я думаю, что почему возник этот вопрос в целом у вас? Как вышло, что он возник? Ага, ведь вы, на мой взгляд, отреагировали так, как вы отреагировали. Не случайно. Вы отреагировали так, потому что уже были готовы реагировать. Вот. То есть вы уже как-то, ну, например, подозревали, может быть, что как сотрудник вы не очень. А такие мысли, то как сотрудник я не очень, возникают тогда, когда я пытаюсь решить ещё какую-то проблему твою. Занимаясь, например, работой. То есть вы работаете, вроде как вы занимаетесь профессиональной деятельностью, а в то же время пытаетесь решить какие-то свои проблемы. Вот. Ну, это, на мой взгляд, является ошибкой, потому что ваши проблемы, которые у вас есть, не решаются на работе. Вы, конечно, можете ожидать от людей, что они будут вас как-то беречь, что они будут о вас заботиться, что они будут хотеть, там, я не знаю, что-то для вас сделать. Вы можете, вы можете этого ждать. Вы можете этого ожидать. Но проблематика здесь заключается в том, что этого может и не быть. И вот что вам делать в этом случае, если этого не случится. Здесь мы говорим о, по сути, разнице между вашими надеждами и ценностями. То есть одно дело, если у вас есть ценности, и вы считаете, что с точки зрения ваших ценностей, то, как, грубо говоря, ведет себя. Тогда начальник с вами это неприемлемо. Одно дело, если вы считаете это так. Тогда нужно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы... это не повторялось. В противном случае, ну, сами понимаете, какой долг вот ваших ценностей тогда, да? если их, ну, если их не защищать. Но с другой стороны, если мы говорим про ваши надежды, то ваши надежды это то, чего я хочу. Это ваши потребности. И эти потребности вам нужно реализовывать. Если вы хотите, чтобы начальник вас ценили и так далее, то в первую очередь, вам нужно развести эти два момента. вам нужно развести момент, связанный с тем, что вы хотите, чтобы вас ценили, и тем, что вы хотите выполнять свою деятельность. Ну, я имею ввиду, ну, профессиональную деятельность. Понимаете, да? Тут очень важные есть дефиниции, на которые необходимо обратить внимание. В противном случае, ну, вот, ситуация будет просто таковой, что вы снова и снова будете оказываться в такой ситуации. В ситуации в зависимости от других людей. Вот. Конечно, конечно. Только вам решать, как будет развиваться жизнь. Ваш. Потому я и спросил вас. Вот вы спрашиваете, как быть. Потому я и спросил. Как быть. Что бы что? Чего вы хотите там? Что вы хотите изменить? Что вы хотите изменить в себе? Что вы хотите, может быть, изменить в своей жизни? Вот. Это очень важно. И когда вы увидите, чего вы хотите, вы сможете, на мой взгляд, вообще к этому двигаться. Вот. Довольно таки целенаправленно. Если вот это, ну, действительно, например, то, чего вы хотите. Да? Я думаю, как-то так можно вам ответить на ваш вопрос. Существует еще одна тенденция, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Существует еще один довольно важный момент. Если вы работаете, скажем так, Чересчур Уферно. Если вы, прям, ну, Много сил Прикладываете Для Пауза, чтобы работать. Вот. То, на мой взгляд, Вас будет меньше ценить. Вас будет меньше ценить именно потому, Что вы таким образом Себя обесцениваете. Понимаете? Какая штука. Вот на это мне хотелось бы Ваше внимание Обратить. Чтобы вы увидели. Чтобы вы поняли. Чтобы вы зафиксировали это. Да? Для Себя Эти 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 разобраться, если вы хотите себя лучше понять, если вы хотите лучше увидеть, что с вами происходит, что вы чувствуете и так далее, например, то в таком случае выбирайте себе специалиста и начинайте работать. Последовательно, разобрав свои проблемы, вы сможете, во-первых, изменить свое отношение, во-вторых, прожить все неприятные чувства, проработать свои комплексы, если они есть, и определиться с тем, как вы, ну вот, хотели жить дальше. Как вы видите свою жизнь? В конце концов, 6 лет – это срок не маленький. Вы уже довольно опытный специалист. Вполне вероятно, что пришло время ценить себя больше. Вот. Но понятно, что, например, начальник вам этого не скажет. И последнее, на что я хотел бы, что я хотел бы у вас спросить. А как, 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 как считаете вы? Вот сами. Вам действительно лучше работать с людьми? Вам действительно тяжело с ними работать. То есть, насколько не прав начальник. даже если он это сказал, мы еще не знаем наверняка, сказал он это или нет. Но если он это сказал, если предположить, что он это сказал, вы сами согласны с этим или вы считаете по-другому? Как у вас на самом деле складывается вот общение с людьми? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи.